Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что нам присоединился профессор кафедры востоковедения МГИМО, известный иронист Сергей Дружиловский. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Борисович, мы с Уралом Зитудиновичем уже обсудили некоторые вопросы, касающиеся российско-иранских отношений. Вам хотелось бы также обратиться с некоторыми вопросами, в частности, как вы комментируете нынешнее состояние российско-иранских отношений и как на их развитие может влиять, скажем так, именно нынешняя мировая конъюнктура? Ну, я считаю, что движение в российско-иранских отношениях произошло не с мировой конъюнктурой, а в связи с приходом к власти нового президента в Иране и новыми инициативами, которые Иран сейчас реализует в международной арене. Мы все ему желаем успехов, потому что если Иран выйдет из режима санкций, то, вне всяких сомнений, российско-иранские отношения поднимутся на более высокий уровень. Ну, а нынешняя ситуация, конечно, она способствует где-то сближению российско-иранскому, потому что Иран давно предупреждал Россию, что вслед за санкциями против Ирана могут начаться санкции против России, потому что, в общем-то, проблемы одни и те же. Продвижение НАТО-Восток, желание осваивать рынки чужие, не принадлежащие Западу, желание снижать цены на энергоносители, совершенно неоправданно. И это касается как Ирана, так и России. В общем, Иран в этом плане оказался прав. Мы сейчас тоже начали подпадать под санкции. Ну, Иран уже прошел этот путь, и, в общем-то, это вдохновляет, потому что ничего страшного с Ираном не случилось. Конечно, есть потери, есть определенные издержки, но, тем не менее, никакого коллапса, никакого краха режима, никаких там революций розовых, зеленых, желтых в Иране не случилось. Надеюсь, что мы тоже справимся с этой ситуацией. Здесь, наверное, есть момент, здесь, наверное, возможность, да, Сергей Борисович, по поводу, как бы, координации действий между Россией и Иранами, в частности, перенятия иранского опыта для России. Как вы на это смотрите? Думаю, да. Думаю, да. Конечно, Иран прошел большой путь, и, в общем-то, он научился обходить санкции, он научился искать схемы, он научился менять доллары на другую валюту. В общем-то, эти механизмы работали, они показывали свою состоятельность, и я думаю, я уверен, что Россия будет этот опыт принимать. Еще нам не удастся сбить эту волну санкций, потому что, в общем-то, мы уверены, что санкции против России – это не санкции против Ирана. Они будут обоюдно острыми. Если Запад будет продолжать санкционную политику, то он получит от России ответ адекватный. Если потери у Запада, особенно у Европы, я про Соединенные Штаты не говорю, они далеко, у них свои, как говорится, возможности. А Европа получит очень большие проблемы, если Россия будет за их санкции отвечать своими. Сергей Борисович, если мы говорим о российско-иранских отношениях, совсем недавно я заметил, это и по телеканалам транслировалось именно тот момент, когда Владимир Владимирович Путин на заседании своего кабинета министров именно говорил о повышении экспортных мощностей, в частности в области ВТО, что касается систем противовозвучной обороны. Здесь, конечно же, сразу можно говорить об инциденте в российско-иранских отношениях с С-300. Вот такой момент, как вы думаете, насколько сегодня ситуация позволит разрешить этот момент и развивать российско-иранские отношения в области ПВО, в частности, в ВТО и в частности ПВО? Ну, я думаю, вы вполне можете договориться по этому поводу. Тем более, я буквально сегодня прочитал в интернете, что Иран создал свою систему С-300, которая по их понятиям, она ничем не отстает от российской, а даже где-то ее превосходит. Поэтому здесь скорее надо говорить не о том, что Россия будет подкармливать Иран своим военно-промышленным комплексом, сколько надо объединить усилия на этом направлении. И вместе с Ираном и с другими странами, может быть, и с Китаем тем же самым, попытаться выйти на новый уровень вооружений, которые не дадут возможности никакому нашему противнику потенциальному даже думать о том, что он может применить силу против России или против Ирана. И все же мне хочется задать этот вопрос, Сергей Борисович, вы, если за грубость, наверное, извините. Не кажется ли вам, что вот нынешняя перспектива или, скажем, вот нынешняя такая вот положительная атмосфера в российско-иранских отношениях, она носит такой ситуативный характер и зависит именно от ухудшения отношений России с Западом? Ну, я же вам сказал, что улучшение отношений с Ираном началось задолго до украинских событий. Как только Иран заявил, что он предпринет конкретные шаги, которые позволят разблокировать ситуацию с программой иранской ядерной, мы же не против иранской мизоядерной программы. Мы построили атомную электростанцию, причем с большим трудом построили. Потому что Иран наставил на том, что мы должны достраивать. А достраивать, как вы сами понимаете, это не строить. Это по чужим ГОСТам, по чужим стандартам. И все-таки Россия сделала свою миссию, выполнила, она и решила. Несмотря на какие санкции, предупреждения, несмотря на какие договоры там Черномольденгор. Поэтому, в общем-то, нам всегда казалось, что Иран должен сделать все возможное для того, чтобы снять опасения международные, в том числе и в России. Не надо думать, что в России все настроены так же, скажем, как профессор Дружеловский, что в Иране нет атомной бомбы и не будет. Им она не нужна. Целый ряд экспертов совершенно откровенно заявляют. Да, и радовало, почитайте Сашину, пожалуйста, его работы. Что готовят атомную бомбу? Готовят, он к ней приближается, он сейчас к ней идет. Поэтому то, что господин Рохани однозначно заявил, что он сделает все возможное для того, чтобы эти опасения снять. Вот это уже сразу служило прорывом. Вот и после этого заговорили о новых энергетических проекциях, как говорится, о возвращении российского бизнеса на иранский рынок за долго до Украины. Я в ГИМО прочитал целый курс лекций представителям Роснефти о том, как им все бизнес в Иране. Потому что они хотят вести этот бизнес, у них есть эти возможности на рынок, и они готовы прийти в любой момент. И в общем, это происходит. И здесь я задам, если можно, такой вам вопрос. Значит, можно говорить о том, что вот эти все сообщения и разговоры о возможной сделке между Ираном и Россией, нефтяной сделке между Ираном и Россией, имеют долю правды, и это можно ожидать. Вот вы как человек уже знакомы с нефтяной средой, скажем, России. Ну, я человек очень осторожный, потому что мы заключали уже много сделок с Ираном, и в отличие от атомного проекта, энергетические идут очень туго, трудно, и, в общем, учатся без результата совершенно. Поэтому я пока не стал делать никаких оценок, потому что на этом направлении появился новый тренд, появилась новая возможность вести переговоры на высоком уровне. Я думаю, это усиляет надежды. Спасибо. Этот проект, ну, хорошая сумма, 8-10 миллиардов долларов, это очень хорошая сумма для начала такого полномасштабного сотрудничества, международных странами. Спасибо. И, Урал Зидеевич, у меня к вам вопрос, если можно, о том, что перспективы и, может, потенциал развития у России и Ирана, потенциалы очень велики, страны как бы, ну, не просто могут, но и должны заниматься развитием отношений, как в экономической, торговой, политической и мировой деятельности. Об этом говорится очень много, и очень, как вот уже было сказано, много соглашений заключено между сторонами. Но скажите, пожалуйста, вот нынешний этап, можно ли говорить о том, что стороны чисто на высших уровнях, на руководящих уровнях пришли к тому, что эти отношения нужно развивать? Или это все останется так же декларациями, как и раньше? Да нет, ни в коем случае. Дело в том, что военно-промышленный комплекс России нуждается в капиталовложениях, и причем он очень сильный. В частности, можно взять все заводы, которые работают на укрепление обороноспособности России, заинтересованы в капиталовложениях, поэтому контракты с Ираном будут стимулировать развитие этого комплекса. Кроме того, Иран тоже заинтересован в связи с экспортом нефти, если действует в течение нескольких лет соглашение о поставках в Россию в ответ на товары из России. Тем более, что у нас есть товарные группы, разные, в которых нуждается с одной стороны Иран, а с другой стороны Россию. И поэтому мы приветствуем и наверху осознают, что необходимо развивать сотрудничество восточных государств от Запада, потому что поступает только негатив. Поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Ираном, с Китаем, с восточными странами. И вот тут затрагивался вопрос о долларе. А доллар нужно изгонять из азиатских и африканских стран. Это будет очень сильный удар по господству доллара на мировой арене. Спасибо. И я, Сергей Борисович, вам тоже задам вопрос. Если разрешите, немножко такой длинный. Мы помним, как в 2000 году, когда была принята доктрина внешней политики Российской Федерации при Владимире Владимировне Путине, там одной строкой именно упоминалась о необходимости развития отношений с Ираном. Это вселило некоторую надежду экспертам и вообще, наверное, заинтересующим сторонам в том, что эти отношения будут развиваться. Этого мы не наблюдали. Совсем недавно, буквально на днях, господин Навак, министр энергетики России, был в Иране, где он на встрече с президентом также говорил о том, что Владимир Владимирович Путин сам имеет особое внимание, уделяет особое внимание развитию отношений с Ираном. Останется ли это опять-таки же декларацией, либо можно уже на этом этапе развития также и мировой конъюнктуры наблюдать естественное и реальное развитие отношений? Ну, я думаю, что да, определенный поворот достаточно серьезный, недекларативный произошел. Я вам напомню заседание ШОЗа в Бишкеке, когда Путин на весь мир объявил, что мы не возражаем против мирной ядерной программы Ирана, что Иран мы не позволим дискриминировать, что все страны имеют право разрабатывать мирный атом, включая Иран. В общем-то, раньше таких заявлений публичных на таком уровне не делалось. И вы помните, что основная часть резервований, она была посвящена к тому, что вот не разрушает, как и обогателем Ирана. Я думаю, что если президент сказал, что не реагируется, все предприятия имеют право на мирную ядерную программу, значит, Россия окончательно увидела в том, что такой военной составляющей операции и ядерной программе нет. А вслед за этим пойдут и подвижки на других направлениях. Я думаю, главное препятствие, потому что Россия не хочет выступать в качестве спорта, страны, которая будет составать атомную бомбу. Не важно, кто это, Корея или берег слоновой кости, когда не поддержит ни от этого. Поэтому, если сейчас такая убежденность появилась, значит, будут сниматься и другие препятствия на пути развития российской иранской отношения. Спасибо большое. Спасибо. На этом время нашей передачи подошло к концу. Я еще раз радиослушателям напомню о том, что в гостях у ракурса был доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Урал Шарипов. Урал Затуревич, большое вам спасибо. До свидания. Вам большое спасибо. А также у нас был профессор кафедры в Востоковедении МГИМО, известный иронист Сергей Дружиловский. Сергей Борисович, большое вам спасибо. До свидания. Да, всего доброго. Спасибо, спасибо. На этом время нашей передачи подошло к концу. Дорогие слушатели, до встречи в новом эфире на следующей неделе. Всего вам доброго. До хрена вас, Аллах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин